Ровно три года назад, ночью 16 сентября 2017 года, вспыхнул пожар в муниципальном детском лагере «Виктория» на даче Ковалевского. В огне погибли три девочки, участницы танцевального ансамбля «Адель», которые не успели выбежать из горящего деревянного дома. Экспертиза установила, что в домиках для детей были серьезные нарушения противопожарной безопасности. Виновные не названы до сих пор. Никто из власти мущих не понес наказание. В последний день завершающий сезон смены в муниципальном детском лагере «Виктория» принес страшную трагедию в семьи детей и Одессы в целом. В 2017 году, в ночь с 15 на 16 сентября, в Одессе вспыхнул страшный пожар. В огне, охватившем деревянный корпус муниципального детского лагеря «Виктория», заживо сгорели три девочки. Восьмилетняя София Мазур, девятилетняя Анастасия Кулинич и двенадцатилетняя Снежана Арпентий. Псевдоответственные взрослые в панике просто забыли о детях за жизнь и здоровье, которых они были обязаны отвечать перед родителями денно и ночно. Их не вывели на улицу. Более того, девочки оказались запертыми в комнатах, то есть в смертельной ловушке, которая забрала их жизни. Это не просто несчастный случай, ведь такие условия отдыха детям предоставили чиновники мэрии и привлеченные ими подрядчики, которые затем буквально ползали по пепелищу, якобы находя улики чужой вины, то какой-то кипятильник, то якобы сгоревший электрочайник. Хватало наглости и цинизма подбрасывать все это следствию. А ведь сами построили домики из дерева с нарушением целого ряда норм пожарной безопасности. Сотрудники ГСЧ знали о нарушениях, но отреагировали на них чисто формально, а не заморозив работу лагеря. Руководство учреждения не приняло мер для безопасности детей при пожаре, не была организована эвакуация. Три невинно убиенные, забранные детские жизни. Кто же виноват? Может быть, кто-нибудь наказан? Настоящей ответственности никто до сих пор не понес. А прошло три года. Только экс-директор Петра Саркисян, на которого, очевидно, повесили всех собак, отсидел в следственном изоляторе. Условный срок получила воспитательница Наталья Янчик. А где же имена в списках заключенных тех, кто заказывал возведение двухэтажных деревянных домов, которые вообще нельзя было строить в детском лагере, и о спецпропитке которых как бы забыли? В каких камерах сидят криворукие установщики электрооборудования и те, кто не заключил договор на техническое обслуживание противопожарной сигнализации, к слову, отключенные перед самым пожаром? Какой срок дали и кому за неработающие гидранты и пустой противопожарный водоем? А те, кто позволил заселить детей в здания, не принятые в эксплуатацию хотя бы названы? Их статьи Уголовного кодекса озвучены, где и каким судом? И почему городской голова Геннадий Труханов до сих пор не представила итоги следствия по пожару, унесшему детские жизни? А его подчиненные, бывшие тогда при должностях, до сих пор на местах? И как же так оказывается, что всякий раз спасатели, одетые в старые дырявые обмундирования, тушат огонь по большей части собственным мужеством и решительностью, нежели водой из гидрантов и спецсредствами? За последние два года страшная жатва смертоносного огня унесла десятки жизни одесситов. 10 июня 2019 года, когда в Одессе горел Центр психического здоровья на улице Воробьева, заместитель начальника областной ГСЧС Владимир Калюк рассказал, у пожарных был дефицит воды. Результат – семь трупов. Схожие проблемы были и на пожаре в Токио Стар. Пока спасатели разобрались с водой, площадь пожара увеличилась в пять раз. Результат – девять погибших. 4 декабря 2019 года пожар на Троицкой 25 унес жизни 16 человек. Колледж выгорел полностью, огонь уничтожил еще 1200 квадратных метров других помещений в здании. Всего на территории свыше 4000 квадратных метров в нем находилось 19 разных учреждений. У одесских пожарных есть лишь одна спасательная подушка и одна лестница до 15 этажа. После пожара на Троицкой 25 следовало бы сделать выводы, но факты говорят о том, что выводы не были сделаны. Одна из самых необходимых вещей спасательная подушка – лишь одна на всю Одессу – стоит всего 200 тысяч гривен. И будь она на момент пожара у одесских спасателей, многих жертв удалось бы избежать. 200 тысяч гривен на спасательную подушку – это копейки для бюджета Одессы, учитывая, что департамент туризма тратит в месяц по полмиллиона гривен на сувениры, брелки и прочие безделушки. Что еще должно произойти, какую цену должны заплатить горожане, чтобы обеспечение безопасности, в первую очередь противопожарной, было не на откупе коррупционеров и воров всех официальных уровней, а реально работало наяву. Незаметно и бесперебойно ежедневно, но безотказно, грамотно и действенно в экстренных случаях.